еще раз всем добрый вечер спасибо что пришли как вы все прекрасно знаете это мой дебют поэтому начнем как вы уже знаете зовут меня Ольга Карпович я ваш наставник ваш директор но у нас как вы все прекрасно знаете директор это не значит начальник это помощник это настоящий наставник который наставляет как работать поэтому сегодня хочу провести вечер с друзьями с коллегами и начать свое выступление хочу с притчи которая мне очень нравится это притча о человеке и мире однажды когда был серый дождливый день прям как сегодня мальчик по имени Пэт не мог найти себе места крутился возле отца крутился а отец в это время готовился к докладу и понятное дело что сын ему мешал когда же терпение отца лопнуло он вытащил из кучи старых журналов один журнал нашел там большой лист изображением карты мира вырвал этот лист порвал на мелкие мелкие кусочки и сказал соберешь мне по новому карту я тебе дам денег на мороженое и он решил что все таки сына минут 30 точно не будет слышно и подумал как раз займусь именно докладом каково же было его удивление когда мальчик через пять минут пришел собранной картой он у него спросил как это так у тебя получилось даже я может быть так быстро это все не собрал а сын сказал на обратной стороне был большой человек я перевернул все 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 картинки и решил что если я себе беру правильного человека значит и мир будет правильный поэтому у меня так и получилось отец улыбнулся дал денег на мороженое сыну а сам подумал у него есть название для доклада если человек правильный то и мир правильный в этой истории есть очень ценный урок если вам не нравится мир не нравится окружение которое окружает вас значит нужно начинать менять именно себя тогда когда поменяетесь вы поменяется и мир поменяется и ваше окружение я не просто так выбрала именно эту притчу потому что она полностью про меня как вы все прекрасно знаете если вы смотрите историю успеха других директоров мы должны начать всегда меняться только сами ну обо всем давайте начнем по порядку как я уже сказала вы все прекрасно знаете я старший директор компании фоберлик директора у меня нет у меня хорошая база покупателей есть консультанты уже 12 процентов девяти шести трех ну а так в основном большая база консультантов структуре у меня на сегодняшний день было 645 человек из них стабильно одна треть только делает заказы и это нормально когда активность его группы 30 процентов но так конечно было не всегда кто меня знает тот знает но я думаю у нас здесь много девочек которых и меня не знают поэтому родилась я в обычной деревне правда большой деревне в семье обычных родителей папа тракторист мама уборщица деревня большая у меня жили там все родственники и в принципе это все пророчило и для меня идти по стопам родителей но еще с четвертого класса я решила что я не хочу жить так как родители я не хочу жить в деревне я не хочу работать в колхозе и с четвертого класса я решила что я хочу быть учителем и именно учителем начальных классов ну решить это одно а нужно же еще сделать меня никто не верил абсолютно не верил потому что как я уже сказала все у нас жили в деревне умных у нас в роду не было да еще с высшим образованием трижды и самым большим мотиватором по жизни у меня была мама вы наверное скажете так это же круто классно когда мама мотивирует ну у меня мама была другим мотиватором по принципу осадзи назад только стоило мне высказать какую-то цель сказать что я хочу добиться или что я хочу сделать сразу было у тебя не получится потому что ты такая у тебя там то то у меня уши не такие то нос то ногти и так далее и тому подобное сейчас может быть это уже не так болезненно но раньше это было очень больно слышать это от родного человека ну в принципе я же ничего не могла сделать она моя мама просто я поняла что поддерживать у меня некому и шла к своей цели сама всю жизнь как я уже сказала меня сравнивали соотносили с кем-то и это все привело к тому что у меня развилось очень много комплексов от которых до 18 лет я не могла избавиться стабильно меня никто в деревне не воспринимал как личность я была приложением подружки но я все-таки добилась своего что я после того как окончила 11 классов поступила на бюджет в колледж в Пинске по специальности начальные классы и английский язык и вот там я по чуть-чуть начала меняться не то чтобы меня заставляли просто я думаю все с этим сталкивались особенно деревенские дети что если ты дашь спуск на тебе грубо говоря будут ездить ездить так нормально поэтому первый курс более-менее я прошла как обычно а потом я постепенно начала меняться колледж я закончила уже совсем другая но комплексы у меня остались и эти комплексы преследовали меня до 25 лет стабильно один из комплексов могу вам назвать я вроде бы девочка до 25 лет не ходила в юбках вообще не ходила на каблуках вот когда от этого я избавилась кто меня знает они прекрасно видят что я сейчас всегда на каблуках и почти всегда платье или в юбке а избавляться от комплексов своих я начала когда попала в сетевой это было тоже в 25 лет но сначала я была в другой компании я не понимала сути просто было такое увлечение хобби и была я хорошим продавцом у меня была хорошая память на покупателей на то что они покупают за это меня люди ценили советовались и вот так я заработала в той компании всем известно и 9 процентов и получается у меня кстати хорошо видно что то у меня тут отлично и в это время конечно я уже работала я была замужем но работа мне нравилась не нравилась работать учителем я в это время поступила на залочно в минск университет максима танка на историка я люблю детей люблю учить но кто учитель он прекрасно знает что сейчас такое учитель кто это и бухгалтер и не знаю куча бумаг и прессинг со стороны администрации и родителей а дети сейчас как и если еще начальная класс и куда не шло то про среднее и старшее звено я просто молчу и самое обидное в этой ситуации было то что со стороны администрации защиты ты абсолютно никакой не видишь поэтому я начала искать другую стезю вот так наверное попала сетевой и наверное до сих пор бы там занималась занималась различными продавашками если бы однажды в июне если я не ошибаюсь одиннадцатого года да меня в соцсетях находит оксана богданович скажу сразу если бы мне вот это все предложил другой человек я может быть даже не согласилась просто оксану я знала давным давно мы с ней вместе учились в одном колледже жили в одной общаге на одном этаже и даже напротив друг друга вот она меня нашла в одноклассниках мы там чуть-чуть пообщались она предложила созвониться мы созвонились и как давай она рассказывать что она директор компании фаберлик у нее есть машина она уже за счет компании летала в египет у нее свой офис она уволилась со школы и она так рассказывает а я просто в шоке я же ее помню не знаю совсем другой оксана математик хороший и вам просто не передать как говорят простонародье просто жаба стала душить как это так чем я хуже ее почему у нее это все получается у меня нет ну оксана на то она и лидер она сразу меня просекла и буквально через день мне на почту приходит огромная коробка где был каталог настоящий и будущий период куча пробников куча литературы различной по бизнесу и давая все изучать и потом получилось что мне получилось съездить к ней пинс на офис пообщаться с ней и меня понесло и только сейчас понимаю что реально я и многим благодарна но огромное ей спасибо за то что она несмотря на то что у меня было только где-то полтора месяца после регистрации она мне сразу предложила поехать на форум москву у нас как раз тогда первый был международный форум москве в честь 15-летия компании до этого были просто такие вот конференции по регионам понятное дело я всего лишь какой-то учитель хотя больше чем на ставку но откуда у меня такие деньги я кроме украины за покупками никуда не ездила она сразу не вопрос я за тебя плачу отдашь когда получится ну муж не против муж сказал ей так я попал в москву пообщалась с успешными людьми посмотрела что это такое невообразимое просто и вот именно вот эта поездка в москву перевернула у меня когда я приехала я сразу же создала страничку в соцсетях одноклассники у меня основная была но я создала рабочую на которой сейчас у меня почти 5000 друзей и благодаря которой можно сказать я и достигла статуса директора потому что она у меня была одна и работала я только по ней и так ну как я уже сказала приехала из москвы ну работа потом работа дома вроде бы все шло по течению в это время я зарегистрировала свою подружку ну и вот делаю где-то какой-то определенный заказ тут смотрю у меня очень много баллов позваниваюсь с Оксаной она мне говорит что что твоя Таня начала работать и посмотри сколько у тебя людей в структуре я зашла точно у меня людей очень много у меня уже 400 баллов но так как Таня работала а я просто занималась продажами ну 100 баллов я делала уже тогда ну просто на продажу понятное дело у Тани была больше скидка и вот мне тогда в то время очень хорошо помогла сеть одноклассники мы вот так друг друга догоняя Таней соревновались и вот так можно сказать легко я сделала 9% стабильно забыла сказать что в это время Оксана мне настоятельно рекомендует я сначала конечно боялась как и все мы потому что что-то новое это на тону и новое что страшно я открываю ИП и решаюсь открыть офис по Берлик как это произошло я всегда в таких случаях говорю если вы в чем-то сомневаетесь ждите знак ну так вот у меня был такой знак Оксана мне высылала заказы заказы на меня и для моих девочек и когда мы на почте получили 7 огромных коробок заплатили кучу денег за пересыл и конечно у девочек были маленькие заказы а у меня был огроменный тогда я сказала все хватит нужно открывать офис тогда не будем хотя бы платить заставку но так быстро я не смогла найти аренду и первые три месяца офис у меня был дома и вы не поверите это 7 лет назад но ко мне на офис делали люди из чужих структур то есть не я одна была а было уже нормально людей в нашем городе третичине из других структур девочек но за этих 3 месяца я нахожу аренду где я до сих пор нахожусь на Октябрьской так у меня 5 очень хорошо помню июня было открытие моего офиса забыла сказать зарегистрировалась я 18 июня и ровно через год почти я открыла официальный уже офис была я тогда наверное на 15 процентах но так как я открыла ИП все перечисления стали уже мне перечисляться на счет поэтому про слово скидку я уже забыла и так я вернулась но я в это время с офисом я совмещала и школу за все время я выпустила 3 класса сейчас последний из этих детей выпускники у моих поэтому здесь уже я с компанией Фаберлик сотрудничаю вот где мы с зонтами получается это был первый форум нам дарили вот эти зонты я думаю у девочек которые давно в компании эти зонты еще есть и вот имею привычку на каждом форуме фотографироваться чтобы была память как видите мои изменения какая была какая стала поэтому время шло и почти год я совмещала офис и работу опять же по той же причине что и всегда было страшно работа это же стабильность это же какая-никакая зарплата и аванс в определенные числа а здесь ну что здесь Оксана получилось а у меня не получится но есть у меня скидка небольшая ну как она вот именно что небольшая и посоветоваться конечно кроме Оксаны ни у кого нету потому что как вы все прекрасно понимаете про Фаберлик я уже молчу и предпринимателей у меня в роду не было и вот так вот я тоже металась с одной работы на вторую с одной работы на вторую плюс это все было пешком машины у меня тогда не было мы конечно тогда уже построили себе квартиру в новом микрорайоне вот именно что в новом потому что на работу мне было где-то 3 километра идти автобусы ходили очень редко если честно как вспомню прям страшно как я сейчас без своего и у железного коня обхожусь но я решила точно так же работаю до тех пор пока не будет знак я то так решила но сейчас я ну честно не могу вспомнить какой был знак но это был реально я посчитала за знак и 26 февраля я уведомляю администрацию что с первого марта я ухожу все были просто в шок потому что никто не знал вообще что я в фаберлик как вы прекрасно знаете что такое работать в госорганизации да еще и показать каталог но про то что у меня уже год почти офис вообще никто не знал все были в шоке куда я ухожу что я ухожу где я нашла работу все с первого марта я увольняюсь я вольная птичка и я сразу так получилось за это время совмещая я уже открывала звание директора но не подтвердила но как я вам уже сказала у меня была Таня с которой мы шли наравне то есть у меня было 3000 баллов но из них полторы а то и две тысячи давала Таня то есть настоящей директорской зарплаты я не получала никогда аренда у меня уже тогда была так как это не государственное помещение а у предпринимателя аренда в валюте как вы прекрасно знаете что у нас творится с этим с этой валютой и как то так получилось что я как раз на свое день рождения закрываю звание директора я когда увидела эту премию вам было просто мне передать у меня день рождения 2 апреля а каталог тогда начинался очень хорошо помню 30 марта на то время премия была 10 миллионов зарплата у меня тогда была в школе у меня было полторы ставки ну где то миллиона 3 800 мне чисто не выходило то есть посчитайте почти 3 месяца надо было не работать в школе и сейчас я вам кстати покажу вот новый директор нас так награждают выше это директоров собирали позапрошлом году Беловежской пуща а сейчас хочу показать как я сделала директора показатели 2013 года значит вот вы видите что личный объем у меня 156 баллов вот закрыла я директора было 3178 баллов но зато посмотрите выше консультантов было почти 800 консультантов а из них делали заказы только 83 понимаете с одной стороны это круто когда тебе 83 человека делают директора но это нестабильность это стопроцентная нестабильность потому что их нужно каждый каталог шевелить чуть ли не упрашивать умаливать сами закупать неизвестно сколько и плюс как я еще сказала не забывайте что у меня была Таня которая забирала ровно половину и активность группы 10% это очень мало вот когда вы находитесь на таком уровне вот там нужно работать не 3-4 часа там нужно работать как на работе 8-9 часов это 100% продолжим дальше получаю я премию вот куда бы вы дели премию на то время ну и сейчас это вот если бы вам дали 700 долларов куда бы вы дели премию расскажите мне пожалуйста меня хоть слышно а то я тут ну я думаю не все бы поступили так как поступила я я на свою честно заработанную премию уехала путешествие директоров всех директоров то есть не только новых прибалки на неделю на автобусе затем наш автобус загружали влайн мы три ночи жили на пароме питались мы за это время посетили такие страны как швеция норвегия литва эстония латвия было столько эмоций ну вам просто не передать как я уже сказала только на украине была там ближайших городах а здесь и море ну правда море не теплое и куча всего новых и русские понимают все отлично то есть не нужно знать иностранные языки в общем так я потратила свою премию и не поверите я нисколечко не жалею несмотря на то что я тогда уже не работала в школе фаберлик не приносил ну максимум 200 долларов плюс офис еле-еле покрывала вот затраты но я это все честно заработала мне никто не помогал никто в меня не верил поэтому я так решила и я так решила и еще самое основное что я могу сказать что дают эти поездки в поездках ты общаешься с людьми которые совсем другие это не госработа где все ждут где бы тебе подкальнуть где бы тебе что-нибудь вытворить где порадоваться в кавычках над твоими удачами неудачами там совсем другие люди люди позитивные люди эмоциональные люди честные вот нижняя фотография где нас много это вот моя первая поездка и они делятся опытом понимаете никто не скрывает то что что они делают как работают они в принципе ты им никто но они заинтересованы в том чтобы ты рос чтобы ты получил эту независимость чтобы ты посмотрел мир вот это просто вдохновляет и получается я приезжаю с этой поездки и у меня созрела мысль я хочу второй офис ну конечно второй офис не в Драгичине а в городе Белозерске почему я его знаю потому что моя деревня была ближе даже к Белозерску чем в Драгичину и мы там часто были и я стабильно знала что офиса там нет поэтому я как еще раз повторяюсь на автобусе еду два часа в Белозерск ищу там аренду за день нахожу ее и вот с 1 марта я уволилась а с июля я открываю второй офис так как владельцы пунктов выдачи имеют право сами выбирать себе график работы вот благо у меня поставки в Драгичине Белозерске не совпадали поэтому я себе сделала 4 рабочих дня ну получается 2 в Драгичине 2 в Белозерске и все и вот так каталась и в итоге я каталась в Белозерск 4 года сразу скажу первое время было очень тяжело и на это мне понадобился где-то год чтобы в Белозерске с нуля собрать минимальный товароборот на тот момент он был 27 миллионов сейчас он 3 тысячи и консультантов там уже было много а моих то нет и получается полгода точно я могу сказать что я обслуживала чужих консультантов аренду платила теми деньгами что зарабатывала на Драгичине но я не останавливалась ни на минуту я понимала что это я делаю для себя для того чтобы потом так не работать и как я уже сказала 4 года я ездила в Белозерск но два из них я ездила на автобусе заработала правда себе пару болячек от которых потом попа избавлялась но затем благодаря компании Фаберлик я не поверить на день учителя делаю себе подарок я покупаю себе машину такую как я хотела пятидверку малолитражку поновее чтобы она мне нравилась и чтобы она меня устраивала и я ее покупаю на тот момент за бешеные деньги за восемь тысяч долларов благодаря компании Фаберлик и все были просто в шоке а тем более водительские права у меня были а из них я чтобы вас не обмануть семь лет не ездила вообще я ее сама из Бреста пригнала сама же через два дня поехала в Белозерск на работу ну конечно немного там руки-ноги слились но нужно и понеслось сейчас я вообще не представляю как можно все успевать не имея машины машина это настоящее спасение потом вот мой офис он проходил у меня эволюцию три раза первая фотография как вы видите это мой офис без вложения денег все на том что я нашла какие-то домашние кресла диван стол который сделал муж типа витрина но мне нужно было открыться а дальше по чуть-чуть по чуть-чуть был куплен и стеллаж для выдачи заказов и куплено было две витрины а в прошлом году мне предложили переехать в соседнее помещение по тому же адресу я сразу себе в честь переезда купила себе настоящее директорское кресло на котором те кто приходят хотят посидеть вот так вот менялся мой офис так так также не помню в какой год может быть три года назад тоже на форуме нам всем вручали вот такие благодарности она у меня есть до сих пор здесь у нас камнями своровски я стараюсь всегда посещать все мероприятия компании как я уже сказала это все для того чтобы напитаться энергетикой позитивом чтобы поговорить с коллегами поделиться опытом узнать что то новое поэтому это нужно делать всегда а два года назад на десять лет совместной жизни нам у меня с мужем не семейный контракт но руководство предложило ехать вдвоем и это как раз получилось на нашу годовщину свадьбы и вы не поверите годовщину свадьбы я провела в Париже мы пили шампанское возле Эйкелевой башни у нас был просто суперская экскурсия по ночному Париже мы были в Голландии в парке цветов там просто не парк Лукинков по моему а просто я не знаю там можно целый день гулять и заблудиться и еще раз погулять все нормально слышно я тут рассказываю девочки слышно отлично отлично плюс Бельгия плюс вот эта красота ну это было два года назад но во-первых есть куча фотографий есть куча эмоций когда я начала ездить по другим странам я взяла себе привычку из каждой страны привозить тебе магнитик я понимаю я никого не удивлю этим наверное занимаются все но у меня холодильник уже почти полностью забит магнитиками начинаю уже морозильник застраивать и полтора года назад муж решил что что-то надоела ему маленькая машинка хотя возит его Оля нужно побольше нужно такое презентабельнее в итоге я в этом не разбираюсь в принципе не считаю нужным разбираться в машинах и так далее он этим всем занимался месяц искал что он искал как он искал я без понятия потом когда он уже нашел он просто сказал и зайди посмотри в итоге я продаю свою машину передаю в надежные руки своему лидеру бывшему учителю я надеюсь уже а будущему директору компании Фаберлик Тинкевич Ольге а себе за заработанные деньги компании Фаберлик я еду покупаю машину из салона Рено Каптур семнадцатого года выпуска как и предыдущая машина была куплена такая что ни в городе ни в области почти таких не было так и здесь когда я купила машину вам просто не передать как было смешно смотреть когда ты ездишь а на тебя люди оборачиваются окна открываются потому что такой машины в городе не было сказать честно я даже ее обвешала красными ленточками потому что это просто было страшно как смотрели сейчас то их уже у нас много а тогда было ну просто вообще вот это железный конь так железный конь коробка автомат ты в ней плывешь не чувствуешь ни скорости слышимость все круто ничего не слышно и багажник огромнейший куда можно положить и промостойку все что хочешь и это моя вторая машина заработанная в компании Фаберлик еще раз напоминаю я в компании всего лишь семь лет и пару месяцев а сейчас я хочу вам показать отчет когда я открыла старшего директора точнее закрыла закрыла я вообще его опять на новый год у меня я не знаю какие то все крутые или покупки или какие то события это все время на что то происходит директора на день рождения старшего директора на новый год здесь уже конечно пару каталогов прошло это уже не первый каталог а тринадцатый но просто я вам хочу показать и если вы видите как отличается отчет у меня тех же сто пятьдесят пять личных баллов структура дает пять тысяч восемь и заметьте консультантов шестьсот шестьдесят семь там помните было почти восемьсот из них заказы делаю двести семь а они восемь и активность группы тридцать один то есть вы можете сделать вывод что нормальное развитие структуры это когда тридцать процентов делают заказы и это нормально вы не должны расстраиваться вы не должны об этом думать какие то грубо говоря загоняться вы просто должны делать каждый день одни и те же действия регистрировать 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 и еще раз регистрировать это нормально если не каждый Если вы каждый день возьмете себе привычку регистрировать хотя бы одного человека, значит за месяц у вас будет 30 новичков, из них 10 сделают заказы. Минимальный заказ от 7 до 12 баллов. Вот пожалуйста, 7 умножаем на 10, это уже 70 баллов, плюс 50 ваших. Значит уже получается вы уже на 3%. А если у вас появляются девочки, которые тоже хотят строить бизнес, они делают то же самое. И в итоге вы уже не на 3%, а на 6%. А если девочек 5, то вы уже и на 9%. И как видите, новичком в 13 каталоге 85. Поэтому прислушайтесь пожалуйста к моим рекомендациям. Забыла вам показать слайд. Вот так я выбираю машину. Вот моя красотка стоит еще новенькая. Здесь мы уже подписываем договор купли-продажи. Муж на расслабоне пьет кофе. Ему хорошо. Мечта сбылась. Это мы устроили фотосессию этим летом. Потому что если вы собираетесь работать в интернете, обязательно у вас должны быть красивые, качественные фотографии. Поэтому если у вас есть возможность, обязательно или закажите фотографа. Или может у вас есть знакомые, в которых очень крутые телефоны. Пусть они вас пощелкают. Хотя бы 20 кадров. А еще лучшее, что я могу сказать, старайтесь посещать все мероприятия компании. Наш любимый директор Оксана Богданович всегда с мужем дарят фотосессии своим лидерам. И у вас будут красивые, качественные фотографии со структурой. И, как вы понимаете, чем больше человек, тем лучше. И, как вы все прекрасно знаете, в этом году я первый раз в жизни летала на самолете. И так получилось, что аж три раза. Потому что туда мы долетели сразу, а обратно пришлось с пересадкой в Краснодар. Я не знаю, как вам это все передать и рассказать. Я вообще высоты боюсь. Вот это еще такое, от чего я не избавилась. Но я вообще не боялась лететь. Ну, мне сказали, что там закладывают уши. Все, то есть я была к этому готова. Спокойно нас там еще и покормили. Кто читал, кто не читал, кто еще успел вздремнуть. Поэтому я просто в шоке, как я это все перенесла легко. И у нас там было шикарное обучение. Затем был шикарный день команды, откуда вы видите фотоснимки. А это уже фотография с ассамблеи. Меня там награждали значком и дипломом старший директор. И это все было в сентябре 2018 года. А сейчас я вам хочу показать еще одну табличку. Спасибо, Оля, за комментарии. Буквально через каталог. Вот вы помните, я показывала предыдущую. За 13-й сейчас, за 14-й каталог. Людей почти не изменилось. Активность консультантов чуть-чуть повысилась. Но зато заметьте, насколько больше у меня баллов стало. И заметьте, почти 900 баллов это очень много. Потому что это почти 12%, если 1000. А это все происходит из-за того, что когда мы посещаем данные мероприятия, у нас происходит какой-то, ну просто взрыв мозга. Мы меняемся и изнутри. Мы как-то и по-другому себя позиционируем. И получается, люди как-то это чувствуют. Или ты по-другому, или ты сияешь, как говорится. Или что. И люди это чувствуют. Люди как-то сами тянутся. Если раньше мне нужно было кого-то просить, чтобы проплатили заказы и так далее. Сейчас они сами вот это все делают. Потому что люди видят выгоду, люди видят цены, видят качество. И главное, если бы мы зарегистрировали новичка, чтобы он дошел до третьего, а лучше всего до четвертого шага. За это время он попробует и бытовую химию, и уход за лицом, и парфюмерию. И он уже увидит выгоду, потому что уже чуть-чуть подкопятся баллы. И вот так люди остаются. У меня очень много есть консультантов, которые вот с самого начала регистрации всю жизнь шагают по стартовой программе. Прошагали на себя, зарегистрировали мужа. Прошагали на мужа, зарегистрировали сестру. После сестры дочь. Пока вот это шло, удалили их личный номер. Они опять по-новому зарегистрировались. И вот сегодня была у меня на офисе точно такая ситуация. Женщина пришла, забрала баллы на дочку, сделала минимальный заказ и опять же зарегистрировала себя и будет по-новому шагать по стартовой программе. Потому что подарки обалденные. Качество отменное. Выполнять это все очень легко. Вот этим мы и строим структуры. Я вот вам все рассказываю, рассказываю, а вы, наверное, думаете, а как же мысль быть учителем? Я от нее и не отказываю. Во-первых, как вы все знаете, в Фаберлик мы называемся наставник. Поэтому я являюсь наставником почти 700 человек. Пусть это не дети, пусть это взрослые, но я люблю обучать людей, я люблю советовать, я люблю наставлять, я люблю учиться сама. Поэтому, в принципе, наставничеством я занимаюсь. А с моими выпускниками мы общаемся до сих пор. Вот это мой первый выпуск. Им уже 20 лет. Они меня приглашали на линейку, на выпускной. Я отлично общаюсь с многими родителями. Некоторые из них у меня зарегистрированы. Если не зарегистрированы, то заказывают. Поэтому теплый круг нам тоже нужен. Здесь я уже на выпускном. И, как я уже сказала, в Белозерске я отъездила 4 года. А в феврале этого года офис я переоформила на своего лидера Светлану Побот, которую я знаю очень давно. Мы с одной деревни, которой я полностью доверяю офис. И офис продолжает функционировать. На нем появляются новые консультанты, новые продавцы и тоже растут лидеры. А что самое интересное, когда у нас в этом году, в 2018, стартовал проект «Открытие новых территорий», я случайно узнала от своей подружки, что она хочет быть похожей на меня. Это я говорю об Ольге Ситович. И, хочешь, не вопрос, будет тебе офис. Мы открываем офис в городе Береза. Это чуть дальше Белозерска. Сейчас я вам покажу, какая она была. Видите, двух девушек Оль в очках. Вот это Оля и Оля. С тех пор мы и общаемся, а сейчас еще и коллеги. Офис ее растет, товароборот растет. Да, и Оля у нас растет. Где с винильными шагами, где шагами, что просто за ней не угнаться. Она у нас мастер по новичкам. Как я вам показывала, отчеты по новичкам, где было 85, 78, то я могу с гордостью сказать, что из них 40-45 это стабильно Олина работа. Она у нас молодец. И команда, так получается, у нас растет. И те мои девочки, которые у меня появились, зажглись, они все появились из покупателей. Поэтому никогда ни на ком не ставьте крест. Вы не знаете, где появится этот лидер, когда, почему, какая будет у него причина. Вот как я уже сказала, Света Поба, знаю, с детства. Оля Синькевич, дружим давно. Один раз вышла с промостойкой, застретила Галину Потапчук. Я с ней раньше вместе работала, сейчас она на 9%. Через сообщество меня нашли девочки, это Нина Довальцова, Ира Цверкова, Лена Рассолька. Вот так они сами зажигаются. Главное периодически предлагать, что мы можем здесь не только покупать для себя, что мы можем здесь не только зарабатывать на рознице. Вы поймите. Я, как вспомню, мне Оксана всегда говорила, и я тогда не совсем понимала. Сейчас, когда ты уже мыслишь совсем по-другому, ты реально понимаешь, ты лучше человека зарегистрируй, но не заработай на нем 4-5 рублей. Почему? Потому что, когда человек зарегистрируется, когда у него будет свой интернет-магазин, когда у него будет свой личный кабинет, он будет заказывать еще больше, ему будут приходить смс-ки о распродажах, о акциях, он будет брать подарок. Поэтому нужно всех регистрировать и запомнить, что нет, это не значит не сейчас. Что-то я заболталась и пролетел у нас почти час. Итак, подведем итоги. 2018 год. Я 7 лет в компании «Поберлик». У меня хороший доход, а он у меня двойной, потому что за директорскую ветку получаю и задержание офиса. У меня хорошая машина, у меня своя квартира, у меня муж, который не в бизнесе, но если что-то где-то нужно помочь, он обязательно помогает. У нас нет такого, чтобы я куда-то не могла бы поехать, то есть он мне все доверяет, он знает, что это все идет на благо семьи. У меня в команде сейчас много одноклассников, друзей, коллег бывших, родственников мужа, моих родственников, но все они пришли на результат, когда уже я чего-то достигла. Вы не поверите, это кажется, они не хотят сейчас регистрироваться, но они наблюдают. они наблюдают очень-очень усиленно. Просто запомните одно, все, полностью все, все ваше окружение, все знакомые, друзья, должны знать, что вы в Поберлик. Вы не должны этого стесняться. и если вдруг вашей бывшей коллеге и так далее попадется каталог Поберлик, она сразу вспомнит, ой, у меня же Оля занимается Поберлик, а может она мне скидку какую-то сделает или еще что-то. И они обязательно вам позвонят, а вы им сразу слушай, давайте я подарю дисконт, и ты будешь все брать по ценам склада без нацена. И на вот эти спокойные предложения никогда вы не получите ответ нет. Как вы уже поняли, у меня в семье нет предпринимателей, у меня обычная среднестатистическая семья. Воспитывалась, училась я в обычной садике в школе. Поэтому все возможно, только все это зависит от нас. Заканчивая свою презентацию, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо всем вам. Я очень рада, что вы пришли. Те, кому не получилось, обязательно будет запись. но я рада, что вы со мной, что вы вдохновляете меня, задаете вопрос, и даже если я что-то не знаю и не умею, я обязательно этому учусь. умею, поймите и запомните, что если твой консультант, лидер умнее наставника, это очень хорошо. То есть это не должно быть стыдно. Это все наоборот. Подталкивает наставник учиться и быть впереди. поэтому люди всякие нужны. А Оля, по поводу офиса Гродна, не вопрос. У нас можно открыть офис с 9%, то есть я буду гарантом и ты открываешь офис, особенно где ты живешь, хорошая проходимость, есть магазины и там нет офиса, все возможно, все реально. И не сдавайтесь никогда, никогда, никогда и никогда ни в великом, ни в малом, ни в важном, ни в мелочах, если это не противоречит чести и здравому мыслу. Спасибо вам всем, что вы пришли меня поддержать. всем хорошего вечера, если есть вопросы, задавайте, я еще на их отвечу. спасибо .